так мы в прошлый раз остановились на критерии сходимости почти наверное вот я выписал это просто раз записали и здесь пониже ну вам результат знаком я его очень кратко повторю потому что мы из него серединку используем значит и вот здесь пониже я записал условия кси n не сходится кси почти наверное правильно да существует м для любого n найдется о прошу прощения n малое больше ли равное большое такое что наша омега удовлетворяет вот такому условию да вот не сходится вот значит ну и давайте так сказать просто введем обозначение вот это множество обозначим b n m а вот это множество обозначим cm ну и давайте пусть 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 омега такие что кси n от омега точнее игра вероятность не сходится кси от омега пусть это равно нулю отсюда следует вот смотрим на вот эту запись что вероятность счетного объединения центов тоже равна нулю отсюда следует что вероятность центово равно нулю для любого м первое наше так сказать рассуждение второе наш или на что обратим внимание что для любого м множество б м 1 стягивать по индексу n большой является стягивающими и п с м для любого м которое с одной стороны равно нулю другой стороны равно пределу вероятности б м м когда n стремится к бесконечности теорема непрерывности вероятности ну и давайте этот предел или пбн выпишем так сеть явно до пбн на это вероятность события объединение по n больше равно n омега такие что кси n от омега минус кси от омега больше единицы на м больше единицы на м больше единицы на м и это в точности равно вот здесь я напишу а потом поясню вероятности омега таких что супремум кси n от омега минус кси от омега больше единицы на м где супремум берется прошу прощения кси к пока больше или равно n равенство вероятности потому что эти множество тождественное да если вот этот супремум больше значит на каком-то индексе к при при каком-то конкретном омега вот эта величина больше единицы на м и значит она войдет вот сюда и в обратную сторону ну собственно тот хвостик который нам как бы понадобится вот ну и видим вероятность вот этого стремится к нулю на основании этого а вот это собственно с точностью до замены единицы на м на эпсилон что вопрос технический завершает доказательство в одну сторону и в обратную сторону просто с конца то есть предполагаете что вот это стремится к нулю и назад 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 приходите вот к тому что вероятность вот этого множества равна нулю значит еще раз повторюсь поскольку результат вам известный нам на самом деле надо вот вот это равенство значит считаем что с этим нам все понятно теперь у нас я вот тут выписал остались там хвостики с прошлой лекции мы с вами не доказали что исходимости почти наверное следует сходимость по вероятности а также две условных сходимости быстрая сходимость по вероятности которая приводит к тому что исходимости пиратности следует сходимость почти наверное и быстрая сходимость порядка r из которой тоже если она имеет место то исходимости порядка r следует сходимость почти наверное ну давайте мы это по-быстрому теперь это по-быстрому значит смотрите вот Вот эта вероятность больше или равна, это вероятность объединения, поэтому, по крайней мере, это больше вероятности одного члена, а именно с индексом n. Н большое. Ну, позволю себе эпсилон написать. Вот. Ну и поскольку это стремится к нулю, то это стремится к нулю при n большом стремящемся к нулю бесконечности. Вот. Значит, а это по определению сходимость по вероятности. Дальше, с другой стороны, вот можно я теперь вот так вот напишу. Вот. С другой стороны, вот эта вероятность, поскольку это вероятность объединения, она меньше или равна суммы вероятностей отдельных множеств. Вот. Ну, тоже себе тут позволю уже без омега написать. Кси n минус кси больше эпсилон, n от n большого до бесконечности. Значит, если вот это выражение, если, я вот тут знак вопросов поставлю, стремится к нулю при n большом стремящемся к бесконечности, то тогда вероятность вот этого множества стремится к бесконечности, что означает сходимость почти на верное. Но для того, чтобы вот это хвостик ряда, поэтому если мы потребуем, чтобы вот этот ряд сходился, вот смотрите, вот здесь, то его хвостик будет стремиться к нулю. То есть, если вот этот ряд сходится, то его остаток стремится к нулю, а это и означает, что выполнена сходимость почти на верное. Ну и еще буквально один шаг. Позвольте, я вот это сотру теперь и напишу. По неравенству Чебушева меньше или равно единица на эпсилон в степени r сумма n равно от n большого до бесконечности. Вероятность того, что кси... Ой, невероятность, прошу прощения. Математическое ожидание модуля кси n минус кси в степени r. По неравенству Чебушева вот это неравенство. Правильно, да? Ну и те же рассуждения. Для того, чтобы вот эта величина стремилась к нулю, достаточно, чтобы вот этот ряд сходился. То есть, имела место так называемая быстрая сходимость порядка r. Из быстрой сходимости порядка r следует сходимость почти на верное. И из быстрой сходимости по вероятности тоже следует сходимость почти на верное. Вот. Нет вопросов? Ну, это мы как бы добили хвостик с прошлого раза. Ну, а теперь двинемся дальше. Вот это я сотру. Что еще нам нужно знать про эти типы сходимости? Оказывается, что все четыре введенных у нас типы сходимости случайных последовательств являются фундаментальными по каши. Вот. Ну, где-то это очень просто доказывается. Вот. Значит, мы с вами для примера, и ввиду того, что будем этим непосредственно пользоваться, докажем это для сходимости почти на верное. Значит, с одной стороны, сиенное сходится к си почти на верное, а сходимость по каши я выпишу следующим образом. Так, вот тут стер, надо было написать другую формулировочку. Я сейчас воспользуюсь чуть-чуть, может, менее привычной формулировкой критерия сходимости почти на верное, я ему запишу так. Вероятность того, супремум по ка больше или равно нулю, кси n плюс ка минус кси больше эпсилум стремится к нулю. Ну, вот видите, просто вот так вот индекс чуть по-другому представил. Это обычная сходимость. То есть, я напишу, что вот сходимость почти на верное, это то же самое, что вероятность того, что супремум ка больше равно нулю, кси n плюс ка минус кси больше эпсилум стремится к нулю. А сходимость по каше мы так определим. Супремум, ну, пусть также будет ка больше равно нулю, кси n плюс ка минус кси больше эпсилум стремится к нулю при n, стремящейся к бесконечности. А вот так определим сходимость по каше. Ну, и вот оказывается, что один следует из другого. Как и для числовых последовательностей, из обычной сходимости следует сходимость по каше, и из сходимости по каше следует обычная сходимость. Давайте мы этот факт для сходимости почти на верное докажем. Хотя, еще раз повторюсь, это имеет место для всех типов сходимости. А, извините, прошу прощения, конечно, прошу прощения. Забыл. Так. Ну, в одну сторону совсем просто. То есть, пусть есть обычная сходимость, докажем, что имеет место сходимость по каше. Для этого рассмотрим вот такую вот разность по модулям, которая меньше или равна. Ну, и, соответственно, я не буду переписывать, внизу напишу. Здесь возьму супремум ка больше равно нуля. Здесь возьму супремум ка больше или равно нуля. А вот эту вот заменю на вот этот супремум. То есть, напишу, что это меньше или равно, меньше или равно двух супремумов. Ка больше или равно нуля. Ксиен плюс ка минус кси. Законно, да? Ну, и отсюда видно, что если вот этот супремум превосходит эпсилон, то этот тоже превосходит эпсилон. Ну, и, как бы, получается, что исходимости обычной почти, наверное, следует исходимость по каше. Вот со вторым в обратную сторону чуть позанудливей, ну, так же, как и для числовых последовательностей. Проблема в чем состоит в обратную сторону? Что на существование предела доказать, да? Вот. То есть, доказать, что ис выполнение этого свойства, если говорить про числовые последовательности, следует существование, ну, предела вот этого, ну, кси, грубо говоря, да? Так, ну, давайте сделаем это следующим образом. Давайте введем специальную случайную величину, это n-ая, прям определим ее так. Это супремум k больше равно нуля кси n плюс k минус кси n-ая. Для удобства. Значит, тогда, что вот это условие означает, если мы так ввели такую случайную величину? И это означает, что это n-ая отсюда следует, сходится по вероятности к нулю, правильно? А отсюда следует, по теореме риса, что существует такая подпоследовательность nt, такая, что это nt стремится к нулю почти, наверное, правильно, да? Давайте просто чуть подробнее напишем, что это значит, вот это. Это значит, что вероятностная мера омега таких, что супремум кси n плюс nt плюс k от омега минус кси nt от омега. Ой, да, кси nt от омега больше епсилон стремится к нулю, точнее говоря, равна единице, равна единице. Извините. Супремум стремится к нулю, и эта вероятность равна единице. Вот, вот так, правильно, да? Согласны? Вот. То есть, мощность омега таких, что вот этот супремум стремится к нулю, имеет мощность единице, это множество. Вероятность единица. Так, а скажите, пожалуйста, если омега фиксирована, то вот эти последствия превращаются в числовые. Что вот это означает? Ну, это просто такая немножко специфичная запись сходимости по каши для числовой последовательности, да? То есть, для каждого фиксирована омега из некого множества, единичная мера, правда, существует такое число кси от омега. Для любого омега существует, я его совершенно случайно обозначу кси от омега. Вот, такое что кси НТ от омега сходится кси от омега для любого множества из вот, ну вот таких, да? Вот, то есть, на множестве единичной меры для каждого омега из этого множества кси НТ от омега сходится кси от омега. Что означает? Какую исходимость? Почти наверное. Но возникает вопрос. Мы когда говорим о исходимости почти наверное, мы имеем в виду, что предел почти наверное, это случайная величина, да? Вот это вот таким образом, все-таки мы довольно хитро построили, да? Взяли каждый омега, нашли предел как числовая последовательность, получилось некое отображение. Это будет случайная величина-то? Какое свойство говорит о том, что это случайная величина? Это поточный предел измеримых функций. То есть, то, что мы построили, это, ну, корректно, это случайная величина. Ну вот, мы нашли вот эту случайную величину, к которой все должно стремиться. Теперь осталось, так сказать, проделать некоторые, ну, там, не знаю, технические, не технические, но некие выкладки. Давайте возьмем кси-н плюс к минус кси. И тут прибавим, вычтем кси-н, это вот это n. И еще прибавим, вычтем кси-нт. Это не случайная нт, а из вот этой вот последовательности. И еще нам будет удобно, а мы можем это сделать, ничто нас не ограничивает, nt будем всегда выбирать больше n. И тогда эта разность меньше или равна кси-н плюс к минус кси-н, плюс кси-нт минус кси-н и плюс кси-н минус кси-нт. Так, кси-нк плюс кси, два раза кси-н и два раза кси-нт. Правильно, да? Теперь беру супремум. Значит, беру супремум, пока больше равно нуля. Пока больше равно нуля. Ну, а это пока без изменений. Так, вот это я, с вашего позволения, сотру. можно... Так, вероятность того, что супремум кси-н плюс к минус кси-н, минус кси больше эпсилон, пока больше равно нуля, меньше или равен вероятности того, что два супремума кси-н плюс к минус кси-н плюс кси-нт больше эпсилон. Правильно, да? Ну, а теперь прием, который вам, наверное, известен. Сумма двух положительных чисел больше эпсилон. Это значит, что хотя бы одно из них больше эпсилон пополам. То есть это меньше или равно вероятности объединения вот таких событий. Два супремума больше эпсилон пополам или кси минус кси-нт больше эпсилон пополам. Меньше или равно всегда объединение, меньше или равно суммы, меньше или равно вероятности два супремума плюс вероятность того, что кси минус кси-нт больше эпсилон пополам. Так, вот эта штука стремится к нулю ровно потому, что у нас имеет место сходимость по каши. А здесь вспоминаем, что что за последствия нт? На этой последствии кси-нт сходится почти, наверное, кси. А значит, она сходится по вероятности, и значит, эта штука стремится к нулю. Но не нт пишу, а н стремится к бесконечности. Что мне позволяет так написать? Способ задания нт. Мы его всегда брали больше н, видите? Вот. Ну вот, мы с вами, собственно, закончили доказательство такого, как потом увидим, очень важного факта, состоящего в том, что сходимость почти на верное обладает фундаментально по каши. Еще раз скажу, что это имеет место и для всех остальных видов сходимости. Ну и там в качестве упражнения можно, конечно, попробовать. Так, давайте теперь вот это. Ну, наверное, уже теперь вот здесь можно стереть, да? Значит, следующий факт или особенность сходимости, которые нам нужно знать, это так называемое свойство наследования сходимости. Пусть у нас есть некая функция g от x, непрерывная. Ну и барелевская, конечно же. Раз она непрерывная, что мы можем утверждать? Что если xn сходится к x, то отсюда следует, что g от xn сходится к g от x. Правильно, да? Ну и давайте проверим, есть ли такое свойство у сходимости. Ну, возьмем сходимость почти на верное, например. xn сходится к x почти на верное. Тогда мы можем записать аналогичное включение, а именно омега, такие, что xn от омега сходится к x от омега. А мы знаем, что вероятность этого события единица, потому что есть сходимость почти на верное. Но, тем не менее, такое событие влечет событие g xn от омега сходится g x от омега. Ввиду такое включение вероятность вот этого события меньше или равна вероятности вот этого, но вероятность вот этого единица, значит вероятность вот этого единица. И мы с вами получаем такое свойство, что если xn сходится к x почти на верное, то для непрерывной функции g от xn будет сходиться к g от x. Поэтическое название – свойство наследования сходимости. А, сходиться, кстати, ну, в том же смысле почти на верное. Вот, свойство наследования сходимости. Ну, понятно, что g может быть, в принципе, и разрывно, только на множестве мер и ноль. Вот, значит, для сходимости почти на верное наследование имеет место. Свойство наследования сходимости имеет место. Ну, давайте посмотрим, что будет для вероятности, например, да? для сходимости по вероятности. Для сходимости по вероятности. g от xn будет сходиться к g от x по вероятности. Ну, давайте предположим, что это не так. Пусть g от xn не сходится по вероятности g от x. Что это значит? Напишу одну из интерпретаций, что это значит. Это значит, что существует два числа ε дельта больше нуля, а также подпоследовательность n катая такая, что вероятность того, что g от xn катова минус g от xn больше ε больше дельта. Вот, посмотрите, правильно, да? То есть я вот так записал условия отсутствия сходимости. Через выделение последований, ну, как по определению, да, существует, что для любого n больше на большого всегда найдется такой, который дальше от предела по расстоянию больше, чем ε. Ну, вот те, которые всегда найдутся, я из них построил вот такую последовательность. Так, вот есть такая последовательность. Хорошо. Но в то же время кси и n катая сходятся кси по вероятности, потому что это последовательность сходящейся последовательности, любая подпоследовательность. Но если кси от nk сходится кси по вероятности, отсюда следует, что существует последовательность kt, которая включена в последовательность nk, такая, что кси, жи, кси, а, ну да, для начала такая, что кси kt сходится кси почти, наверное, теорема Риса, да. Выделил подпоследовательность, которая сходится по вероятности, и из нее выделил вторую подпоследовательность, которая сходится почти, наверное. Но если кси kt сходится кси почти, наверное, то что отсюда следует? что жи от кси 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 сходится к жи от кси почти, наверное, по ранее доказанному. Наследование сходимости почти, наверное, правильно? Но для любого кт, который является индексом из nt, выполнено, а, и значит, отсюда уже следует, что жи от кси кт сходится жи от кси по вероятности. Правильно, да? Но для любого кт, который из nt и nk последовательности, а для последовательности nk для каждого члена последовательности выполнено вот такое неравенство, это означает, что она не может сходиться по вероятности. Получили противоречие. Значит, наше исходное положение не верно, что не выполнено. Убираем знак вопроса и заключаем, что свойство наследования сходимости выполнено и для сходимости по вероятности. Нетрудно убедиться, что для сходимости порядка r свойство наследования не выполнено. То есть это не универсальное свойство. Соответствующий пример довольно несложно построить, если кто заинтересуется, полюбопытствует, то с легкостью его построит. Итак, значит, мы с вами установили свойства наследования сходимости для сходимости почти наверно и сходимости по вероятности. Следующий наш факт или утверждение, связанное с сходимостью, это будет у нас теорема Слуцкого. Значит, Слуцкий наш соотечественник, математик первой половины прошлого века, значит, там, ну, как сказать, соратник, не соратник, коллега Калмогорова, вообще-то являлся специалистом в области экономической статистики. И там у него ряд, как бы, важных работ связан с экономикой. Но, тем не менее, оставил след и в математической статистике, и в теории вероятности отметился именной теоремой. Значит, теорема выглядит следующим образом. Пусть Кси-энная сходится Кси по распределению, а эта энная сходится к константе С по вероятности. Тогда отсюда следует, во-первых, что Кси-эн плюс эта эн сходится по распределению Кси плюс С, а Кси-эн умножить на это эн сходится по распределению С кси. Вот утверждение теоремы Слуцкого. Значит, мы с вами докажем одну часть из-за нехватки времени, но, как бы, логика доказательства прослеживается. В принципе, так сказать, вторую можно доказать практически по аналогии. Там есть, правда, так сказать, кое-какие тонкости. Так, ну давайте. Значит, первый факт, который я хочу анонсировать, состоит в следующем, что в условиях теоремы Кси-эн-э плюс С сходится по распределению Кси плюс С. Первый туреальный факт. Ну, позвольте, я не буду доказывать. Его можно доказать непосредственно из-за определения или рассмотрев характеристические функции. Поскольку Кси-эн-э сходится Кси по распределению, то функция распределения Кси-эн-э сходится к функции распределения Фикси, ну а константа, как мы знаем, это всегда множитель. Вот, теперь я выпишу, можно сказать, ключевое неравенство, весьма простое, но, как бы, здесь оно нам очень сильно поможет. Пусть у нас есть две случайные величины, Х и У, это случайные величины. Тогда имеет место вот такое включение. Событие У меньше А влечет событие Х меньше А плюс Эпсилон и одновременно с этим Х минус У по модулю больше Эпсилон. И это имеет в виду, имеется, ну, место для любого Эпсилона больше нуля. Ну и А, естественно, любых. Ничего сложного, нарисовать плоскость, посмотреть, так сказать, вот эти области, ну и станет ясно, что слегка перекрывается. Вот. То есть простое соотношение, но надо было догадаться, так сказать, ну, его применить. Вот. Ну и, собственно, теперь, честно говоря, дело техники дальше. Теперь ничего не перепутать. Так. Ну, давайте. Значит, первый случай, два, ну, как бы два случая нам понадобятся. Первый случай. В качестве У возьмем Кси энная плюс это энная. В качестве Х возьмем Кси энная плюс С. Ну и все. И выпишем, что получится. Выпишу в вероятностях. Вероятность того, что Кси энная плюс это энная меньше А, меньше ли равна вероятности того, что Кси энная плюс С меньше А плюс эпсилон, плюс вероятность того, их разность будет, представляете, это энная минус С, больше эпсилон. Первый случай. И второй случай. Второй случай. Так. В качестве У берем Кси энная плюс С. В качестве Х берем Кси энная плюс это энная. И в качестве А берем А минус Эпсилон. Выписываем вероятность того, что Кси энная плюс С меньше А, плюс АА минус Эпсилон, меньше или равна вероятности того, что Кси энная плюс это энная, меньше А, плюс вероятность того же самого. Это Н-А минус С больше Эпсилон. Ну, вот эти, смотрите, штуки одинаковые, я их как-нибудь обозначу, там, Дельта Эн Эпсилон, вот так. 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 Ну, и теперь, значит, вот так это перепишу. Вероятность того, что Кси это энная меньше А, с одной стороны, меньше или равна вероятности того, что Кси энная меньше А плюс С, плюс С меньше А плюс Эпсилон, плюс Дельта Эн Эпсилон, а с другой стороны, из второго, больше или равна вероятности того, что Кси энная плюс С меньше А минус Эпсилон, минус Дельта Эн Эпсилон. Устремляемым к бесконечности. Поскольку Эта Энная сходится к С, по вероятности, то Дельта Эн Эпсилон стремится к нулю. А вот это к чему стремится? Вот сюда смотрю. К чему это стремится? Это стремится к функции распределения случайной величины Кси плюс С, взятой в точке А минус Эпсилон. Меньше или равно, здесь пока оставлю в виде предела. Предел, прием, стремящийся к бесконечности. Функция распределения Кси энная плюс Эта энная в точке А меньше или равно Ф Кси плюс С в точке А минус Эпсилон. Ну, А минус Эпсилон. Вот так, да? Ну, дальше что? Дальше Эпсилон к нулю. Ну, естественно, предполагаем, что точка А точка непрерывности, поскольку сходимость почти на верное, только в точке непрерывности. Так, значит, это Ф Кси плюс С в точке А меньше или равно, но не буду этот предел переписывать, а здесь Ф тоже Кси плюс С тоже в точке А. Ну, отсюда сделаем, что делаем вывод, естественно, по теореме, там, о двух собачках, что вот этот предел как раз и равен функции распределения случайной величины Кси плюс С, что и требовалось доказать. Понятно, я все изложил? Так, это звонок или что? Звонок. Ну, давайте, как раз вот уложились, отдыхайте и продолжим. Так, ну, мы закончили с вами свойства сходимости. Это, конечно, не все, но тот минимум, который как бы нам нужно знать. И переходим уже к таким финальным темам. Это закон больших чисел. Вот у нас теперь на очереди. Значит, давайте определимся, что мы имеем в виду. Пусть у нас есть случайная последовательность, счетная, и мы введем вот такую случайную величину СН с чертой сверху. Ну, довольно стандартное обозначение. Это среднее значение. Среднее значение. Так вот, мы будем говорить, что случайная последовательность подчиняется закону больших чисел за БЧ. Удобное сокращение. За БЧ. Если существует числовая последовательность АН-ая, такая, что КСИН средняя минус АН-ая сходится к нулю по вероятности. Это общее определение. Значит, мы будем говорить, что для случайной последствий КСИН-ая выполнен закон больших чисел, если существует такая числовая последовательность, что КСИН-ая средняя минус АН-ая сходится по вероятности к нулю. Но в части закона больших чисел мы все результаты получим для конкретного вида АН-ая. для нас АН-ая это математическое ожидание КСИН-ого среднего, которое по линейности есть среднее математических ожиданий. И тогда вот это свойство можно переписать в виде ну либо КСИН среднее минус явно запишу среднее математических ожиданий или ввести просто обозначение СН центрированное среднее которое есть среднее значение центрированных случайных величин то есть из которых вышлем от ожидания. вот наши результаты в части выполнения закона больших чисел будут относиться вот к этому случаю. Значит ну собственно как мы глобально ставим задачу мы хотим описать свойства последствий СН какими она должна обладать свойствами чтобы выполнялся закон больших чисел. Ну попросту говоря для начала какие-нибудь достаточные условия. ну и первое достаточное условие дается нам теоремой Маркова и выглядит следующим образом если для последовательности единица на n квадрат дисперсия сумма ксикатых k от единицы до n стремится к нулю при n стремящихся к бесконечности то zbc если последствия такова что вот такая величина стремится к нулю никаких других условий мы не требуем то для нее выполнен закон больших чисел доказательства но оно в две строчки ну надо его значит напомню неравенство Чебышева вот в такой форме вероятность того что случайная величина это отклониться от своего математического ожидания на величину большую чем эпсилон не превосходит дисперсии это делить на эпсилон квадрат правильно да ну давайте в качестве это возьмем ксен средняя давайте я вот здесь вот это напишу чтобы вторую доску так сказать осталась свободной значит ну давайте просто воспользуемся неравенством Чебышева подставим чего надо вероятность того ну здесь я могу смело написать кси н центрированная средняя больше или равно эпсилон меньше или равно дисперсии кси н центрированная средняя делить на эпсилон квадрат что в свою очередь равно дисперсия ну а здесь я напишу явно что это за случайная влечена это одноэнная сумма ксикатых минус мат ожидания ксикатых к от единицы до н в квадрате делить на эпсилон квадрат единицы на н квадрат выносим за скобки ну а тут остается дисперсия видно что это как раз дисперсия сумма ксикатых потому что вычитание константы дисперсию не меняет помните свойства ну и еще тут эпсилон квадрат конечно ну вот он наш искомый член если он стремится к нулю то значит вот эта вероятность стремится к нулю что и означает сходимость по вероятности кси энцентрированного среднего что означает выполнение закона больших чисел вот такое достаточное условие следующее достаточное условие задается теорема Хинчина теорема Хинчина Хинчин наш соотечественник академик академии СССР ну вторая половина наверное такая ранняя вторая половина 20 века вот теорема Хинчина немножко другие устанавливают достаточные условия пусть ксиенная независимые одинаково распределенные случайные величины нор св и еще известно что существует математическое ожидание кси меньше бесконечности я здесь не ставлю индекса поскольку они все одинаково распределены у них у всех одинаковые мат ожидания то тогда за быче вот такие вот достаточные условия последствия независимых одинаково распределенных случайных величин существует мат ожидания выполнен закон больших чисел в чем отличие от теоремы маркова не требует существования дисперсии но правда требуется такое сильное условие независимости на распределенность ну как есть так доказывается эта теорема с помощью аппарата характеристических функций давайте найдем характеристическую функцию кси н средняя от t что это такое это математическое ожидание е в степени и t единица на n сумма ксикатых k от единицы до n все ксикатые независимы поэтому это произведение характеристических функций взятых в точке t делить на n но поскольку они еще одинаково распределены то еще характеристические функции одинаковые поэтому есть фикси взятые в точке t делить на n в степени n правильно да ну давайте характеристическую функцию в окрестности нуля разложим как он ряд маклорена да фи от нуля чему равно чему равна характерическая функция в нуле единицы всегда плюс надо теперь взять производную в нуле производная в нуле чему равна характерической функции а и на мат ожидания если оно существует но к счастью у нас по условию теоремы оно существует t на n ну и плюс у малой от единицы на n все в степени n к чему это стремится при n стремящей бесконечности это стремится к e в степени и t мат ожидания к с а это что такое а это характеристическая функция вырожденной случайной величины мат ожидания кси взятая в точке t что отсюда следует отсюда следует что кси n средняя сходится по распределению к мат ожиданию кси но тут вспоминаем что исходимости по распределению к константе следует сходимость по вероятности отсюда следует что кси n средняя сходится по вероятности к мат ожиданию кси то есть выполнен закон больших чисел вот достаточное условие выполнения закона больших чисел в форме хинчина ну и третье достаточное условие которое нам нужно знать это теорема ну раз есть марков кто должен быть Чебышев да теорема Чебышева значит тут такие условия накладываются значит есть у нас последовательность случайная могут быть зависимые но не коррелированные то есть ковариация кси итое кси житая равна нулю ну для любого и неравного жи первое и второе дисперсия может себя как-то вести произвольно но с одним ограничением не очень быстро расти а именно дисперсия кси н должна быть ограничена константой на n степени альфа где альфа строго меньше единицы больше равно нуля то есть дисперсия не быстрее линейной должно быть и если вот эти условия выполнены то тогда зобычье ну докажем естественно использовать теорему Маркова да значит возьмем единица на n квадрат дисперсия сумма кси катых кат единицы до n для некоррелированных случайных величин дисперсия суммы чему равна сумме дисперсии помним что это не только для независимых или скорее не столько для независимых одни для некоррелированных случайных величин поэтому есть сумма дисперсии кси катых Делить на n квадрат. Это меньше или равно c делить на n квадрат сумма n в степени, k в степени альфа, где k изменяется от единицы до n. Ну а вот это уж, конечно, меньше или равно, чем c делить на n квадрат, интеграл от нуля, чтобы не возиться, до n плюс 1, x в степени альфа dx. Что равно c делить на n квадрат, n плюс 1 в степени альфа плюс 1, делить на альфа плюс 1. Вот это заведомо меньше 2, строго меньше 2. А это означает, что при n, стремящийся к бесконечности, может быть и очень медленно, но это все-таки будет сходиться к нулю. Итак, для такой последовательности, не коррелированной и с дисперсией растущей не быстрее, чем линейная функция, получается выполнено достаточное условие в форме Маркова. Ну, что и заканчивает доказательство теоремы Чебышева. Понятно, да? Нет вопросов? Значит, ну, конечно, мы когда исследуем вот такие связи, то помимо достаточных условий, что нам хочется? Критерий нам хочется еще. И он есть у меня для вас, ну, точнее, не у меня, у Калмогорова. Теорема Калмогорова гласит. Значит, теорема Калмогорова гласит, что закон больших чисел необходимый и достаточный для последовательности, чтобы вот такое мат ожидания Кси-Н центрированное среднее в квадрате делить на единицу плюс Кси-Н центрированное среднее в квадрате сходилось к нулю. В общем случае. А если Кси-Н независимые случайные величины, то критерием является вот такая вещь. Сумма математических ожиданий Кси-Кт центрированное в квадрате делить на n квадрат плюс Кси-К центрированное в квадрате стремится к нулю при сумме К от единицы до n стремится к нулю при n, стремящейся к бесконечности. Значит, надо было вверху, но напишу здесь. Теорема Калмогорова. Так, мы ее сейчас докажем вот в общем виде. Но здесь мы не воспользуемся доказательством Калмогорова, несмотря на то, что оно как бы может быть даже проще. Но здесь мы пойдем длинным путем. Ну, понятно, с извлечением дополнительной пользы. Давайте рассмотрим какую-нибудь последнюю случайность величинь Zn, которые по распределению сходятся к нулю. Я утверждаю, что отсюда следует, что для любого альфа больше нуля математическое ожидание модуль Zn в степени альфа делить на единицу плюс модуль Zn в степени альфа тоже стремится к нулю при n, стремящейся к бесконечности. Вот сейчас стремлют все те свойства, которые, или многие, которые мы так, так сказать, муторно выводили. Итак, Zn стремится к нулю по вероятности. Я утверждаю, что отсюда следует, что Zn в степени альфа на единицу плюс Zn в степени альфа тоже стремится к нулю при n, стремящейся к бесконечности. Откуда это следует? Наследование сходимости. Наследование сходимости. Теперь обратите внимание, что вот эта вот случайная величина с вероятностью единицы ограничена единицей для любого n. А что мы знаем? Какое знаем свойство сходящихся по вероятности последствий, которые с вероятностью единицы ограничены для всех n? Для чего мы это делали? Чтобы пользоваться. Отсюда следует, что имеет место сходимость порядка r и в частности сходимость в среднем, то есть c равном единице. А для такой случайной величины сходимость в среднем это как раз и есть. Ну, собственно, вот это даже не буду писать. Согласны? Нет возражений? Теперь давайте в обратную сторону. Пусть вот эта штука выполнена. Тогда отсюда что следует? Исходимости порядка 1. Сходимость по вероятности. Правильно? Исходимости порядка 1 вот для такой случайной величины следует сходимость по вероятности. А отсюда что следует? Ну, так уж в лоб сходимости по наследованию сходимости zn по модулю, да? Ну, а сходимость zn по модулю к нулю это просто сходимость zn к нулю по вероятности. Согласны? Ну, смотрите. А мы с вами доказали, что если zn сходится к нулю, то вот это выполнено не для какого-то альфа, для какого-то проверяли, а для любого, да? И отсюда мы получаем вот такой, за две минуты с вами получили вот такой замечательный факт, что для любого альфа zn сходится к нулю по вероятности. это то же самое, что математическое ожидание zn-ая модуль в степени альфа единица плюс zn в степени альфа стремится к нулю, при n стремяющейся к бесконечности. Для любого альфа. Любое можно взять. Все будут критерии. Ну, просто потому, что вот эти при любом альфа одновременно либо стремятся к нулю, либо нет. Вот. Калмагоров взял z равно 2. Вот если взять не z, а альфа равно 2. Ну, а в качестве zn, естественно, xi n центрировано среднее. Видите, да? Калмагоров взял альфа равно 2. Получился критерий Калмагорова. Но можно взять альфа равно 1, например. Это тоже будет критерий. Чем альфа равно 1 лучше или хуже любого другого, в частности альфа равная 2? Непонятно, да? Ну, смотрите, 2 чем хорошо? Модуль пропадает. Может быть, с вычислительной точки зрения двойка удачный выбор. Но у альфа равного 1 тоже есть замечательное свойство. Оно состоит в том, что мат ожидания, ну, пусть будет zn, это метрика. Все, как мы любим. Мы оказались в метрическом пространстве. И все эти кладовые с теоремами метрических пространств теперь как бы в нашем распоряжении. Этот, ну, там, фокус или прием называется метризацией типо сходимости. Мы с вами метризовали сходимость по вероятности. При альфа равном 2 это уже не метрика, но это критерий, зато именной критерий Калмагорова. Так, ну, естественный вопрос, который возникает, а другие типы сходимости метризуются? Ну, вообще говоря, нетрудно в этом убедиться. Пусть у нас есть сходимость порядка r, но это то же самое, что мат ожидания xi n минус xi r в степени единицы на r, а вот это уже метрика. для сходимости по распределению тоже есть метрика, она немножко громоздкая, называется метрика левия. Такая громоздкая немножко. Но если рассмотреть ее на классе непрерывных случайных величин, непрерывные случайные величины, непрерывные, независимые, непрерывных случайных величин, то тогда вот это вот в обе стороны оказывается эквивалентно вот чему, что супремум f xi n от x минус f xi от x супремум по x стремится к нулю, при этом стремящийся к бесконечности. Равномерная метрика. А как проверяем вот эта метрика? По определению? Не, ну, проверяем по определению, ну, чуть-чуть надо просто нет времени, к сожалению. Вот, чуть-чуть надо повозиться, так сказать, доказывается, что это метрика. Причем, это такая метрика, смотрите, например, просто z n по модулю может быть там равно бесконечности, а вот это ее нормируют на единицу. Это такая метрика, что расстояние между двумя элементами никогда не будет больше единицы. Вот, значит, итак, для сходимости по распределению тоже есть соответствующая метрика, еще раз повторю, в общем случае это метрика леви, такая громоздкая, но для случайных величин, которые непрерывны, она превращается в равномерную метрику. Ну, и следующий вопрос, а какая же метрика для сходимости почти, наверное. И здесь нас ждет сюрприз, сходимость почти наверное не метризуется, не существует метрики эквивалентной сходимости почти наверное. Для тех, кто интересуется или заинтересуется, полюбопытствует, это неплохая задачка, но вполне вам доступная. Так, с метризацией и критерием выполнения закона больших чисел я заканчиваю. Вопросы есть? Вопросов нет. Буквально два слова. Я когда вот это писал, ну, как бы подразумевается обычно так по логике, что частный случай, независимые случайные величины как-то следуют отсюда. Вы знаете, нет. То есть доказательства для независимых случайных величин это критерия, это отдельная работа Калмогорова, там, я не знаю, там на десяток страниц там с формулами, там промежуточными лемами и так далее. То есть тот случай, когда тот случай, когда частный случай в доказательстве намного сложнее общего. А вот из общей формулировки получить вот этот частный случай там нигде не встречал, не знаю как, всем студентам говорю, может кто-нибудь из вас докажет это как следствие вот этой теоремы, это будет хороший результат, между прочим. Вот. Потому что само по себе доказательство просто вообще другое. Оно построено по-другому и более сложное. Ну, тогда все и двигаемся дальше. так, очень бы хотелось успеть еще один результат довести до конца, чтобы не начинать потом с вводной. Значит, без предисловий все скажу потом, сейчас просто давайте рассмотрим с вами результат, который называется Лемма кого? Коллеги, вот если вас спрашивают, чей результат в теории вероятности, вам нужно говорить Калмагорова и в 90% вы окажетесь правы. То есть, ну, ошибка возможна, ну, почти все Калмагорова. Лемма. Значит, пусть у нас есть последовательность случайных величин, но они независимые случайные величины, это мы такое накладываем ограничение. И введем такую частичную сумму СН сумма ксикатых, не, ксиджитых здесь будет, ксиджитых, G от единицы до Н, и еще центрированных к тому же. То есть, частичная сумма центрированных случайных величин. Так вот, утверждение Калмагорова состоит в следующем. Вероятность того, что супремум СК окажется больше эпсилон, когда К пробегает значение от 1 до Н, ну, супремум тут как бы максимум, ну, ладно, воспользуемся супремум, меньше или равно математического ожидания СН в квадрате делить на эпсилон квадрат, что ввиду свойств СН на самом деле дисперсия СН в квадрате на эпсилон квадрат, или ввиду их независимости просто сумма дисперсии кси джитых G равно от единицы до Н делить на эпсилон квадрат. В данном случае это независимые кто независимый? Кси А, я же написал независимые случайные Независимые 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 В прошлый раз я отметил что речь идет именно о непрерывных Это независимые случайные величины Значит Ну давайте как бы сразу в карьер Значит введем вот такое множество Акатая Это вспомним происходное вероятностное пространство Это омега такие что С житая от омега я здесь подчеркнул Ну то есть смотрите омега каждому омега соответствует последовательность каждой последовательности соответствует последовательности СН Поэтому я тут омега Модуль С омега меньше или равно эпсилон И это имеет место для всех ж от единицы до к-1 А вот С ж С катая от омега по модулю уже больше эпсилон То есть ну смысл множество катая туда входят те последовательности которые до катого до катой частичной суммы не превышают эпсилон И именно на катой ее ну в первый раз превышают Ну во-первых АИТая АЖИТая равно пустому множеству Объединение Акатых кат единицы до Н мы для краткости обозначим А Но на самом деле это как раз и есть вот это множество омега такие что СУПРЕМУМ С катая больше эпсилон где К от единицы до Н Правильно да? Вот Ну и давайте тут же чтобы все условия тут описать Введем характеристическую функцию множества А которая ну ввиду того что эти множества не совместны на самом деле представляет из себя сумму характеристических функций надо бы написать Акатая но я чтобы не таскать двухэтажный индекс напишу просто Хикатая от омега Катая это Акатая Вот значит все обозначения ввели давайте двинемся дальше Так Ну давайте вот изучим вот это математическое ожидание СН в квадрате Я так запишу чтобы мы вспомнили что это такое Это СН в квадрате от омега ПД омега Здесь напишу больше или равно СН в квадрате от омега ХИА от омега ПД омега Никто не возражает ХИАТА либо ноль либо единица то есть эта функция заведомо ну больше или равна вот этой вот Так ХИАТА это можно представить в виде суммы поэтому это на самом деле сумма теперь как бы интеграл что называется свернул и напишу математическое ожидание СН в квадрате на ХИКАТА К от единицы до Н правильно да вот ну а теперь давайте вот с таким от ожидания для конкретного К повозимся напишем математическое ожидание СН квадратно ХИКАТА это есть математическое ожидание помни что такое СН мы напишем что это СКАТА плюс сумма КСИ Джит их центрированных Ж от К плюс 1 до Н все в квадрате на ХИКАТА квадрат раскрываем пользуемся линейностью и пишем что это равно математическое ожидание СКАТА в квадрате ХИКАТА плюс а вот эти два члена я здесь напишу там будет математическое ожидание 2СКАТА ХИКАТА умножить на сумму КСИ Джит их центрированных Ж от К плюс 1 до Н плюс двойная сумма по Ж и по Л например математическое ожидание КСИ Житого центрированного на КСИ ЛТ центрированное и забыл еще ХИКАТА ХИКАТА вот правильно да давайте смотрим вот на этот член смотрите вот эта случайная величина определяется КСИ К плюс первым СК вторым КСИ Н ХИКАТА это функция функция от КСИ 1 КСИ КА СКТ это функция от КСИ 1 КСИ КА мы с вами знаем что если случайные величины независимы то любые функции на независимых случайных величинах тоже независимы поэтому вот эти две случайные величины независимы математическое ожидание произведения равно произведению математических ожиданий а чему равно мат ожидание вот этой случайной величины суммы центрированных ну ноль мат ожидание суммы равно сумме мат ожиданий мат ожидания центрированной случайной величины всегда равно нулю То есть вот этого члена нет. Смотрим на этот член. Та же логика. Хи катая не зависит от вот этой суммы, потому что здесь индексы с К плюс 1 начинаются. Поскольку они независимы, все перекрестные от ожидания к вариации равны нулю. Те, которые не равны нулю этой дисперсии, больше равны нуля. Поэтому вот эта вот вся двойная скобочка для нас важна, что она просто больше равна нуля. И исходя из этого мы можем теперь написать, что это больше или равно математического ожидания СК в квадрате на Хи К. Мат ожидания СН в квадрате на Хи К больше равна ожидания СК в квадрате на Хи К. Видите, что мы получили. Ну, дело за малым. Значит, напишу, чему это равно в виде интеграла Лебега. Это СКТ в квадрате от омега на ХК от омега ПД омега. Значит, подинтегральная функция не равна нулю только тогда, когда ХКТ не равно нулю. ХКТ не равно нулю. А ХКТ не равно нулю, это означает, что произошло событие АКТ. Осмотрим на событие АКТ. Что оно нам гарантирует? Оно нам гарантирует, что СКТ по модулю больше ЭПСИЛОН. Видите? СКТ по модулю больше ЭПСИЛОН. Поэтому все вот это больше или равно ЭПСИЛОН квадрат на интеграл ХКТ от омега ПД омега. Согласны? А это в свою очередь, ну просто ЭПСИЛОН квадрат на вероятность АКТ. Возвращаемся вот сюда. Пишем, больше или равно ЭПСИЛОН квадрат сумма вероятности АКТОВА, К от единицы до Н. Поскольку АКТОВАН независимы, то это ЭПСИЛОН квадрат на вероятность А. Ну а вероятность А это, собственно, то, что нам... Это событие А, это то, что нам и надо. Ну, на ЭПСИЛОН квадрат деле мы получаем ответ, так сказать. Согласны? Отлично. Ну, выразил бы некие эмоции, но некогда. Давай еще успеем сформулировать одну теорему, с которой начнем в следующий раз. Как бы сразу сейчас начнем получать приятные последствия. Так, следующая теорема, которую нам нужно знать, ну и вообще весьма полезная, в том числе и, так сказать, методологической точки зрения. Это теорема кого? Хинчина. Совершенно справедливо. Теорема Калмагорова-Хинчина. Теорема Калмагорова-Хинчина. Значит, пусть у нас есть СН-ные независимые случайные величины, про которые известно. Значит, независимые случайные величины. Введем СН-ные по тому же правилу. Ксикатые центрированные К от единицы до Н. И еще известно, что ряд из дисперсий сходится. Ряд из дисперсий сходится. Ну, это на самом деле означает, что они существуют, им от ожидания существуют. Да, но тем более раз мы тут центрировали. Вот если для последствий случайных величин ряд из дисперсий сходится, тогда существует некая случайная величина С от омега, такая, что СН от омега сходится почти, наверное, С от омега. Вот давайте полезная интерпретация за ту минуту, что осталось. Мы на самом деле, ну, любым рядом, там, я не знаю, ряд из Х-катых, да, от единицы до бесконечности, это же обозначение, да? Мы на самом деле обозначаем предел Х-катых, К от единицы до Н, когда Н стремится к бесконечности, правильно, да? То есть предел частичных сумм. И здесь, смотрите, что написано, что частичные суммы сходятся к некоторому пределу. Ну, некий предел частичных сумм, если он существует, это как раз и есть. СН сходится почти, наверное, к сумме вот такого ряда. Так можно проинтерпретировать. Более того, поскольку это случайная величина, то она меньше бесконечности почти, наверное. Любая случайная величина почти, наверное, меньше бесконечности. Вот, вот эта интерпретация, которая нам понадобится. Ну, давайте тогда на формулировке этой закончим. И с этого момента начнем с вами в следующий раз. Нам осталось немного, но как бы самое важное. Все, коллеги, давайте. Спасибо. Продолжение следует...